Виктор Евгеньевич, в условиях сложившейся крайне неблагоприятной экономической ситуации, как Вы оцениваете, чем могут обернуться кризисные явления? Нашу страну и Архангельскую область, в частности, ждут очень сложные времена. С бюджетом, который сейчас формируется на федеральном уровне и на региональном уровне, все не очень просто. Не хватает банальной определенности, как дальше будут развиваться события. То ли дальше нефть будет дешеветь, соответственно, для обеспечения сбалансированности бюджета рубль дальше будет девальвироваться. А это, соответственно, рост инфляции, это снижение покупательской способности наших граждан. То есть ситуация очень непростая, но на фоне всего комплекса этих факторов, я надеюсь, что власти на всех уровнях сделают выводы, которые, на мой взгляд, не были сделаны в предыдущие кризисные периоды. Есть реальный шанс для того, чтобы все-таки правительство на федеральном уровне, на областном уровне обратило серьезное внимание на создание нормальных условий для того, чтобы наши российские предприниматели, иностранные инвесторы вкладывались именно в реальный сектор экономики, в производство на территории России, в том числе и на территории Архангельской области. Какие стратегические задачи ставятся перед областью для урегулирования ситуации и какие конкретные меры уже приняты для того, чтобы минимизировать обострение? В правительстве области по поручению губернатора принято решение о разработке новой стратегии развития Архангельской области и я уверен, что как раз все эти кризисно-экономические условия там сейчас учитываются. Я считаю, что должны быть однозначно определены, какие все-таки наиболее приоритетные отрасли в области нам нужно развивать, то есть где есть возможность и использования наших внутренних ресурсов, и человеческий потенциал, и чтобы это были какие-то востребованные направления. Активно двигается в течение вот нескольких лет уже развитие туризма на территории Архангельской области. Два других – это судостроительный кластер на базе северодвинских предприятий, где сейчас очень идет большая работа, в том числе и по вовлечению малых предприятий в общую кооперацию, связанную с судостроением. И очень активно сейчас развивается лесной кластер, то есть это и заготовка, глубокая переработка, большая кооперация большого количества крупных и средних и малых предприятий. Чем хороша наша Архангельская область, то есть у нее очень много ресурсов. То есть как сырьевой регион в условиях кризиса мы оказались в более выгодной ситуации? В классическом понимании сырьевого региона Архангельская область не является сырьевым регионом. Как один из примеров, у нас в Архангельской области находится единственное на территории Российской Федерации месторождение базальтов, которое можно использовать для производства утеплителя, который в больших объемах идет на стройке. То есть все знают там Урса, Изовер, которые импортные бренды производятся за пределами области. У нас есть шикарное месторождение. Есть на сегодняшний день в городе Архангельске предприятие, которое уже осваивает производство вот этих базальтовых утеплителя, но, к сожалению, сырья, которое привезено на сегодняшний день с Украины. Так вот я думаю, что сейчас, когда с деньгами будет не так все хорошо, будет предпринято усилие к нормальному освобождению вот этого месторождения, потому что сейчас оно находится достаточно далеко, и там есть определенные проблемы с доставкой вот этого базальта до предприятий-производителей. Вот решить вопросы с доставкой сырья там до Архангельска, до предприятий строительной отрасли, появятся дополнительно сотни новых рабочих мест и десятки миллионов налогов. Виктор Евгеньевич, в конце года принимаются основные документы для области, в том числе и бюджет области, да? Скажите, какие еще антикризисные законопроекты, возможно, будут внесены на ближайшие сессии областного собрания? Ну, в качестве каких-то антикризисных мер, сразу в двух чтениях был принят закон по так называемым особым случаям заготовки древесины в Архангельской области. И мы надеемся, что с нового года тысячи людей в Архангельской области получат снова возможность легально и законно трудиться в сфере лесозаготовки, платить налоги, решать проблемы муниципальных образований. Я знаю, что в правительстве Архангельской области создано специальное агентство по привлечению инвестиций. Мы надеемся, что вот это агентство будет плодотворно работать как раз по решению тех проблем, о которых я говорил, в том числе с административными барьерами, с помощью потенциальным инвесторам, как внутренним и внешним. А вот о чем грозит сложная экономическая ситуация обычным гражданам? Ну, вот то, что касается обычных граждан, наверное, для них как раз в этом плане самое, на мой взгляд, тяжелое последствие. Для обычного человека, который получает заработную плату, которая навряд ли будет в следующем году инденсироваться, его ждет очень резкий рост цен. То есть вот то, что сегодня мы видим, рост цен в магазинах, ну, я считаю, что это цветочки, с учетом вот того опыта, который есть по предыдущим кризисам. Как правило, вот все эти большие скачки курса, цены поднимаются, и даже при последующей стабилизации крайне редко происходит снижение. То есть тут в качестве совета это все-таки стараться не делать необдуманных покупок, не связываться с непонятными кредитами, потому что в этой ситуации кредиты отдавать будут еще сложнее. Наверное, любая проблемная ситуация имеет и обратную сторону медали. Какую выгоду, на ваш взгляд, может извлечь область из этой ситуации? Ну, это вот как при болезни. То есть человек заболевает, у него повышается температура, за счет этой температуры все микробы погибают, и человек выздоравливает более сильным, уже готовый к каким-то новым невзгодам. То есть здесь так же. То есть если мы вместе сделаем все для того, чтобы воспользоваться теми богатыми нашими ресурсами, которые есть, вот теми преимуществами, то мы должны существенно за счет этого дела выиграть. Но это, к сожалению, это очень и очень небыстрый процесс. Я думаю, что это займет не менее двух-трех лет. Виктор Евгеньевич, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин